добрый вечер друзья опять на месте это дальше как сказки чем дальше тем страшнее не успели мы похоронить Боднера Борисовича которого называю лучший садовод Сибири без преувеличения он это заслужил звание жаль оно не научное вторая страшнейшая потеря в этом году умер Юрий Алексеевич Ладенко я его называю лучшим садоводом Урала вот но главное это не это главное какая она личность была какая это была личность я познакомился 10 лет назад вот я даже сразу-то не понял с кем я связался потом когда раскрывался его талант уже передо мной телемосты его статьи его фильмы когда я схватился за голову Юрия Алексеевича это сейчас знаете то что о чем я говорю вы уже видите траурные фотографии вы видите то что называется как же он называется то посмертно это эти сейчас вспомню да память подводит но и так понятно когда я понял какой талантин пропадает для не просто он то не пропадал он был самодостаточным он пропадает для науки для садоводства в целом для России вот как я его долбил Юра Алексеевич пожалуйста пиши пиши снимай фильмы снимай фильмы снимай фильмы жизнь так коротка можем не успеть а вот этот раз еще перед меня умер ну елки-палки как обидно страшно позвонила Галя многие спрашивают как это случилось коротко потому что окончательный был разговор мы с Галей с Латинковой разговаривали поплакали потом звонил до Долматова Валера мы долго разговаривали мы поплакали казалось уже слез нету они опять катятся вот надо что скоротечно кровоизлияние в этих самых пешках где-то метр отрезали стало хуже снова операция потом аппарат искусственного дыхания где-то рядом кто-то лежал с ковидом этого не хватало потом перевезли срочно в другую больницу кажется в красную зону уже вот пал в кому вроде сказали кома легкая ну какая то есть как бы не только у нас Надежда с Галей и раз и умер вчера утром вот а у меня вчера останавливалось сердце а я не мог понять я с трудом домой вернулся вот чувствую вот эту связь незримую она есть мы всегда вот особые люди у нас особое биополе мы про наше биополе будем говорить главная загадка биополе который хорошо там Сергеев знает на Урале но опять же не профессиональный ученый вот просто эзотерик просто человек которого это Бог дал талант чувствовать чувствовать и понимать что такое биополе человека биополе земли вот такой был оттенков вы понимаете что в одних руках все расцветает а другой делает то же самое ничего нет что же удивительно что когда он умер я почувствовал это это такое особое души вот может это назвать по нигерикам еще как то не знаю эпитафия может я ошибаюсь слово эпитафия правильно произношу нет вот это мой долг я лучше всех его из вас знал лучше всех были телемосты следующий телемост должен был состояться на этих днях вот я потом сниму я соберу все фотографии его чтобы это было не головатое это было словно да понимаете вот я открыл его сайт я всех отправляю на его сайт хотите его найти сейчас скажу где и вы знаете первое что мне бросилось я здесь сюда сто лет не заглядывал он ничего это скромность поразительного его фамилия должна быть стоять рядом с моей и вот все что касается этих вещей они сейчас загадываются на самом деле не так мы с вами это будем как-то проходить все равно одно не скучно это будет вот так и нас отделяет от науки что да наш долг все это рассказать вот он рассказывал посмотрите ну почему нет его фамилии рядом дикой скромность к тому же основоположником является железо дикой скромность может чуть-чуть у нас есть эти работы через тире а я даже не знал я бы отругал бы за это это просто один из примеров заходите на мой сайт самая легкая найти вот он нет не он сейчас сюда вот смотрите вот видите знакомьтесь пока не поздно с этим удивительным чехом из его жены сделай отдельный фильм так надо рядом со мной сидит девушка студентка вот вот будем переходить к нормальной жизни потому что жизнь продолжается и это будет еще когда мне кто-нибудь пусть мордой тыкнет вот когда тыкали морда Юрия Алексеевича где на конференции ой все садоводы в россии латинков железом шаманы ладно какое имел право бодно называть своими именами сорта вот сейчас только у меня что-то вот знаете я жду чудо у меня таких чудес впереди несколько десятков я выберу самое чудное чудо догадайтесь как это че именно будет носить или уже говорить догадались самое чудное чудо с моего сада будет называться латинков это может быть абрикос латинков это может быть сливая а может и несколько названий а еще у меня посмотрю из него несколько сортов присылок мне самый выдающийся который может имеет специальное имя но мы так с ним клонированием занимаемся а клон считается это копия она на самом деле не копия вот это гораздо шире понятие и получится так что я еще найду возможность назвать что-то из того что прислал латинков груша латинков как угодно будет называться или хотя бы скобка груша такая-то в скобках латинкова вот это не только что я самозвание с именами это я наоборот обязан это сделать вот и